Рамки современной грамматики На самом же деле на Руси исконно существовало множество видов письма, а монашеский подвиг состоял в кастрировании русского языка для перевода Библии, то есть при христианизации в Азбуке были уничтожены 9 важнейших русских образов, за что монахи получили карьерное продвижение, их причислили к лику святых. Мы также привыкли считать, что реформа русского языка 1917-18 годов от Ульяна Волоначарского ликвидировала неграмотность в стране. Миллионы простых крестьян и рабочих взлись за учебники. На самом же деле они не учились, они переучивались. С такой же целью Моисей 40 лет водил по пустыне евреев. Но технология обрезания памяти совершенствуется и грамотная Русь в одночасье превращается в безграмотный совок. Как это было сделано? Гениально просто. Луначарский не только сократил Азбуку еще раз, он заменил все буквенные образы на фонемы. Азбука исчезла. Ее подменили алфавитом. Действую на молекулу ДНК ультразвуком, и потом вижу вещи, которые тоже меня ошеломили. Значит, молекула ДНК обладает, знаете, она в водном растворе, она звучит постоянно. Она издает сложную мелодию с повторяющимися музыкальными фразами. Облучая ультразвуком, каким же, как в УЗИ, и что я слышу? Вместо сложной мелодии одна унылая нота осталась. Это означает, что мы с помощью ультразвука стерли огромный пласт информации с молекул ДНК, который реализовался через звук. И тогда я подумал, Боже мой, а у нас куча, у нас нет здоровых детей. На земном шаре нету здоровых детей. Потому что все они, без исключения диких племен, проходят ульзи. Аз, боги в виде, глаголь добро, это не АБВГД. А что значит нарушить веками воссоздаваемый лад азбуки? Это значит разрушить логику составления слова в культурной системе славянского мышления. То есть исказить сакральную и национальную основу народа. Слова на Руси слагались из рун и буквиц образов. Являли собой аббревиатуры с многомерными смыслами мироздания. Потому и считается русский язык словообразующим. Подобно тому, как химические элементы из таблицы Менделеева, сочетаясь, порождают новое вещество. Итак, изначальный смысл слова «привычка» – это присоединенное к образу жизни ограничение. Теперь давайте восстановим концептуальный смысл словосочетания «образ жизни». Образ – это аббревиатура и состоит из буквиц «Он», «Боги», «Ер», «Рцы», «Аз». Сложив смысл каждой буквицы, получаем «Он богами творимый, рекомый Асом». Красивый концепт. Слово «жизнь» – тоже аббревиатура. Живот, земля, наш, ерь. Это значит, живот земли нашей, созданный свыше. Объединяя слова «образ» и «жизнь», получаем концепт. Богами и Асом творимый один из ликов живы. Или бытие в одном из качеств. Или роль в игре. А живо – это единица жизни. Наше подлинное «я». Неправильно говорить «моя душа». Слово «душа» тоже стоит прояснить по-русски. Это тоже аббревиатура. Добро, изначально посланное, умножаемое Асом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова